Школьникам Ненецкого округа предлагают осваивать родной язык. В некоторых образовательных учреждениях, впрочем, он уже давно является основным предметом, как правило, на селе. Язык так называемых самоедов в Заполярье по углубленной программе сейчас изучает примерно тысячу ребят. Все абсолютно разных национальностей. Есть и немцы, и русские, и даже украинцы. А ведь буквально пять лет назад в автономном округе шла речь о том, что ненецкий язык местным школьникам вовсе не нужен. Мол, в жизни он точно не пригодится. Наша съемочная группа убедилась в обратном. С этих слов здесь начинается каждый урок ненецкого языка. На партах тетради и словарей, впрочем, в них заглядывают редко. Этот предмет пятиклассники ненецкого поселка Красный изучают с первого звонка, поэтому ответить на вопрос учителя для них теперь как дважды два. Анастасия Соболева по-ненецки свободно не разговаривает. Говорит, пока ведь впереди еще несколько лет обучения. Родом пятиклассница из соседней республики Коми. Родной язык знает слабо. Она уверена, ненецкий гораздо сложнее. Здесь и грамматика другая, да и произношения отличаются. Из 37 существующих в регионе школ родной язык преподают в 13. В основном они расположены в сельской местности, там, где когда-то компактно проживали ненцы. Сейчас же национальный состав заметно расширен. В поселковых школах по единой программе учатся и русский, и Коми, и украинцы. В самом начале, когда несколько лет тому назад начали изучать ненецкий язык, было всякое. Изучать или нет, решают сами школьники. Ненецкий язык насильно никого не заставляют. За последние пару лет ненецкий язык, как предмет обязательный, появился еще в нескольких школах округа, но отнюдь только сельских. По данным мониторинга, его проводили работники образования, большинство городских ребят не желают знать родной язык. По школам города где-то 2, 4, 6, до 12, в одной школе 12 процентов, желающих изучать ненецкий язык. Руководителям городских школ рекомендовали организовать специальные факультативы для тех, кто пожелал изучать ненецкий язык во внеучебное время. Но возник вопрос, где взять педагогов. В автономном округе всего их 33. 26 работают по совмещению, то есть по диплому учителей родного языка не больше 10. Раньше преподаватели готовились здесь, в Наринмаре. Прекратили. Теперь нужно ехать в Петербург или на Ямал. Роза Конюкова – живая легенда. Это она учила ненецкому тех, кто затем учил других. Она же автор методических пособий для первых четвертых классов. По учебникам Розы Ивановны обучаются уже 25 лет. Не только в Ненецком округе, но и в Мурманске и даже Москве. Желание почему появляется? Потому что во всей России это уже стало модно. В 76-м вышла ее последняя авторская работа. В 89-м Роза Ивановна обновила учебник Анатолия Рожина. Это первый человек, который составил букварь на ненецком языке. Автор пособия входил в состав знаменитого оленно-транспортного батальона. Эти полярные конвои принимали участие в Великой Отечественной. В осажденный Ленинград животные подвозили продукты и медикаменты. Нужно было сохранить память. Поэтому я включила его основные работы. А сама добавила школу уже нового типа. Содержание школы другое. Подход совершенно другой. И, конечно, мне пришлось его... Здесь я ввела именно методический новый аппарат. Здесь методика новая абсолютно. Потому что таких этих уже не было. Ненецкий язык в Заполярье преподают с начала 20 века. За более чем 100 лет так называемый самоедский и школьные программы пытались убрать два раза. Первая попытка случилась в 60-х. Около 10 лет ненецкий язык был под запретом. Аналогичные события могли произойти всего 5 лет назад. Но, несмотря на все трудности, ненецкий язык как предмет был сохранен. Школьное расписание. Урок родного теперь ставят раз в неделю. Не чаще. Язык должен жить. Наша государство все делает для того, чтобы любой язык развивался. Мы не должны забывать свою культуру, свою историю, свои традиции. И все это связано, естественно, с языком. Латинские буквы. Видите, да? Я вам серьезно говорю? Да. Вот, пожалуйста. Это учебник ненецкого 30-х годов прошлого века. А собственного алфавита язык самоедов еще не имел. Печатали на латинском. Теперь эта книга, пожалуй, музейный экспонат. А вот современная версия. Красочная обложка и яркие иллюстрации. Материал подается на двух языках. Ненецком и русском. Так ребенок лучше и быстрее усваивает знания. Ненецкий язык вообще у нас из всех младческих народов Северо-Сибири и Дальнего Востока самый продвинутый, можно так сказать. Потому что он выпускает и изучает его даже в 11 классе. Если говорить о других языках, там, если на найский, там, селькубский взять, другие языки, то, как правило, ограничивается начальной школой. В этом году издательство просвещения для школ Ненецкого округа выпустило линию из 17 новых учебников. Учебников, которых так не хватало. По данному пособию смогут учиться и школьники других регионов, где Ненецкий для многих также является родным языком. Ямал, Таймер, Республика Коми, Мурманская и Архангельская области. Там с сохранением культуры народов Севера в последнее время тоже уделено огромное внимание. Эти ребята сегодня дебютировали. Они впервые написали школьную олимпиаду по ненецкому языку. Результаты превзошли все ожидания. Нескольким ученикам до максимума не хватило пару валов. Впрочем, педагог доволен. Подрастающее поколение сможет когда-то заменить тех, кто уже имеет огромный стаж работы. Среди отличившихся есть Настя Соболева. Девочка, которая обязательно заговорит на Ненецком. Олег Хатанзийский, Антон Водряков, Александр Дуркин, Вадим Стасюк, Андрей Котов. Телеканал «Север». Ненецкий автономный округ. Ненецкий автономный округ.